ребятки привет у нас очередная смена локации те кто следит за мной в фейсбуке и в инстаграме об этом наверно знают нас погнали не погнали с парковки короче что-то вот спустя три года немножко начинается напряг но напряги есть везде в жизни вот и ради возможности менять вид я думаю это не проблема но там есть так двух словах то это не связано ни с там особенностями парковки это не связано с вирусом это ни с чем таким не связано это связано с мудаками людьми в этом году у нас в отделение защиты природы пришел чувак который ну достаточно геморройный создает геморрой и в этом аютаменты и полиция создает геморрой вот и там многие много абсурдных вещей вот он там крутанулся наши парковочки пару дней назад и на следующий день приехал в полиции да и нам сказали тут уже если раньше там были поводы там защита окружающей среды якобы мусорит хотя мы не мусорят сейчас был повод этого типа что вот невозможно контролировать там степень контакта людей да но и сдерживать там заболевание и бла-бла-бла ну короче такая херня но это не проблема мы сменили парковочку я вам все покажу вот у меня вот такой вот вид я сменил парковочку вот на такой вот вид широкордосно да но это не об этом несколько человек спрашивала в комментах будет ли стрим не будет ли стрим просто сказать будет не будет это было бы глупо а как раз у меня есть тема к сегодняшнему видео касаемо антенны и вот я вам скажу что вот сейчас сейчас вот очередной эксперимент подходит ближе к эффекту вау ну вот ну как относительно относительно если брать объективно прямо вот по всем параметрам тут тупо качество интернета нет никакого эффекта вау нету а вот дистанция вот она ближе как бы к эффекту вау короче смотрите вот это место там где вообще я не ожидал поймать одну знакомую сеть гостиницу dos mars почему я не ожидал потому что гостиница находится от меня на расстоянии больше пяти километров но я нахожусь на возвышении вроде бы защиту домов нет которые закрывают но тем не менее я эту гостиницу не вижу потому как ее закрывать home вот я ну никак не ожидал ее здесь поймать и вот эффект вау в том что я подключился к сети гостиницы вот на таком вот удаление я не скажу что подключение классная да я не скажу что скорость классная да но сам факт возможность к ней подключиться и проверить и то есть интернет работает потому что спид тест работает то есть идет передача данных в обе стороны это уже как-то меня впечатляет я уже об этом говорил в предыдущих видео я повторю напомню вам что это не все не все зависит от антенны если бы там стоял этой гостиницы dos mars какой-то там домашний модем то ни хрена бы не сработало бы потому что прием еще зависит от ретранслятора насколько он хорошо там работает насколько он далеко передает а вот это тоже очень важный фактор но сам факт того что у меня получилось поймать эту сеть подключиться к ней даже а вот посмотрим будет работать у нас youtube сейчас блинка раз и раз и раз глянем что-нибудь от фонарёв 1 попавшийся странички грузится конечно да не супер большая скорость вот дядя паша у нас сразу деньги в кризис время возможностей дядю пашу откроем 480 не надо в 480 пошло но на 360 переключим и вот она подгружается быстрее чем идет то есть но смысл в том а куда звук пропал вот дядя паша рассказывает как он живет там у себя курочку жарит вот то есть я могу сказать так что устройство достойное внимание ребятки я что-нибудь до забывая в процессе моего трендерджа мои записи я понимаю что у некоторых кого-то количество небольшого количества людей возникло вполне логичный вопрос те кто недавно смотрит и не видели предыдущие видео вопрос типа такая чё там за антенна вообще чё как ее сделать там вообще что он себе представляет и так далее я для вас прикреплю где-то в описании и ссылки на предыдущие видео там их несколько вот там первый там пробный тест там потом как бы дальше вот и наверное или в описании или в конце видоса просто буду ссылки там еще там две или три части есть не помню точно или там и там не знаю короче смотрите везде я вчера общался с подписчиком он там просил проконсультировать его чтобы ему не тратить время на некоторые устройства уже какие-то проверенные подсказать ему что использовать и в процессе разговора там я у меня тоже спросил про антенну какие-то готовые решения игры суши но готовых я не знаю нет советую всякие микротики на на стейшн и но я мануалы по ним читаю и они все заточены плода под шлюзы под шлюзы а вот именно так прочитать настройку его чтобы именно как модем который ты вот увидел китом 10 сетей да там если значит порой подключился да вот в таком формате подключения что-то я не нахожу мануалы может я просто плохо еще может быть я просто плохо понимаю вот но пока я не нашел этой информации а вот и я не могу допустим их советовать потому что я не знаю там то есть если возможность не в режиме моста их настраивать ну вот а конкретно про вот эту антенну у меня такая мысль проскочила ну когда будет время совместить приятное с полезным я сейчас дождусь хороший модем версию прототип альф альфы вот мне подписчик говорил что она вообще супер круто работает проверю с альфой и если все это действительно классно будет работать то я вот общаюсь вчера с подписчиком говорю суши но угрю я может быть заморочить какого-то небольшом количестве может быть буду их делать конкретно для кемперов да ну именно в небольшом это реально там это не сотни это даже не десятки возможно это когда у меня будет свободное время когда мне будет не лень по какой-то объективной цене которая покроет мои расходы и принесет не достану приличный заработок но при этом она не будет какую-то астрономическую сумму стоить возможно я буду делать эти устройства уже в готовом решении то есть она сразу будет в одном едином корпусе там сразу с кабелями и так далее вот именно такой заточкой на кемпера вот именно вот так вот вы и стали вот у вас там карточка какой-то местной страны не подключена вы раз там поширстили покрутили антенну поискали какие сети что у вас там доступно что недоступно что открыта что закрыто но вы можете узнать пароль там и какой-то магнамагило к дачкам нам на расстоянии километра от вас вот быть может быть может я даже там эту тему там нет нет буду для особо ленивых там может быть делать и продавать но тут скорее скорее как бы тут больше функция можно акцент делать не на слово наверное продавать и зарабатывать а наверное акцент на слово там для ленивых либо не разбирающихся как бы делать то есть как бы всем делать хорошо и мне хорошо и вам хорошо вот ладно харе трендеть а кстати не харе сейчас в двух словах скоро завершу тест ветрогенератора конкретно по формату вибрации потому что я уже сутки погонял на скорости порядка около 10 метров в секунду вот и так далее вот и скоро я наверное завершу этот тест потому что мне уже более-менее все понятно насчет вибраций дам вам какой-то вердикт можно ли его ставить нельзя ли его ставить ну насколько это там осложнит вашу жизнь точнее ваш сон вот потом немножко коснусь энергоснабжения и коснусь какой же все таки если вы хотите ветрогенератор какой же все таки использовать что ставить что не ставить вот этого я скоро коснусь а про стрим чё скажу смотрите у меня здесь рядом прямо рядом да я на горе стою и рядом вот вышка вот мобильного оператора какого-то там много вот и я не могу понять какого-то хрена какого-то хрена у меня не очень ну как связь отличная антенны все но почему-то такое подтормаживание идет или идет как перезабивание но вот из-за того что вышка рядом связь мощная ну это нелогично не знаю короче по причине какой поэтому попытаться на часик посидеть с вами потрындеть замутить стрим ну вот я как бы думаю как бы почему и нет вполне себе вполне себе реально вот особенно для тех кто где-то скучаю там у тех у кого вот такой же вот есть тема как карантин как у меня вот это может быть полезно либо весело хотя бы вот наверное мы это дело замутим как обычно чтобы не было темно наверное где-то часиков в пять пол шестого в пять пол шестого по москве то есть у меня на два часа больше чтобы у нас не стемнело и чтобы мы часик в стриме повисели у нас не стемнело раньше чем он закончится вот ну короче будем ориентироваться пять шесть вечера сейчас я когда буду заливать все это дело как-то определюсь вот почему я к вы про вышку то говорил потому что мы можем можем обломаться вполне себе можем обломаться может быть там затупить интернет и у нас может все это дело не пойти вот весна час некоторые рыболовные судна выходят на лов многие спрашивают у меня вот там вдалеке барка стоит и растянуты сети потом скоро пойдет открытие сезона на тунца что я в общем особо не приветствую вот нет не интересно вот ну и плюс как бы это лов достаточно опасный вот некоторые люди иногда гибнут даже некоторые без пальцев остаются вот это для тех кто у меня спрашивал рыбу ловить можно рыбу творить можно но как в океане океан полной рыбы можно но нужно знать как вот все ребятки буду пить кофе делать завтрак до вечера